У нас во дворе есть девчонка одна, среди шумных подруг неприметна она. Пока Иосиф Кобзон дает пресс-конференцию, около концертного зала выстраивается очередь, ну и, конечно, репетирует репертуар мэтра российской сцены. По словам организаторов, сегодня не просто аншлаг, а пери-аншлаг, даже специальные дополнительные места пришлось организовывать. Это при том, что билеты весьма недешевые, от 1800 рублей до 5000. Поклонники буквально признаются в любви певцу. Я с Иосиф Кобзоном родилась в один год, в один месяц, и я его очень уважаю, люблю. И когда на него смотрю, думаю, слава богу, еще поживем. Творчество замечательное, песни все имеют содержание, песни все лирические. Сегодня, к сожалению, выйдут на эстраду, одно слово пять раз повторят, и песня закончилась. На пресс-конференции Иосиф Давыдович рассказал о многом, и даже пожаловался журналистам на то, что культура является чуть ли не последней статьей расходов в федеральном бюджете. По словам одного из самых титулованных исполнителей на российской эстраде, он застал на сцене эпоху Ренессанса. Сейчас же один шоу-бизнес. Концерт Ваенги, там, Михайлова, Киркорова, то есть кассовых гастролеров, востребованных на сегодняшний день, которых развратил корпоратив. А для духовного развития, для того, чтобы, скажем, мои семь внуков развивались, нужна другая атмосфера. Нужен не шоу-бизнес, который... Даже при женщинах неудобно его произносить. Это ругательное слово, шоу-бизнес. Понимаете? Есть творчество, есть искусство, есть культура, есть музыка, литература. Сегодняшний концерт – это, возможно, последний шанс увидеть мэтра на сцене. Он заявляет, что туром по России завершает свою карьеру, которая насчитывается полвека. За это время он исполнен более трех тысяч произведений самого разного жанра. Иосиф Кобзон имеет более 150 различных наград, за что вошел в Книгу рекордов Гиннесса. Впрочем, планов у певца до сих пор хоть отбавляй. На пенсию я не собирался. Мне понравилось, как однажды Юрий Николаевич Григорович, когда ему задали такой вопрос, какой мне сегодня, он ответил так, что такие люди на пенсию не уходят. Они как деревья, отслужили и падают. Читать, ходить на рыбалку, я, возможно, буду, но это будет носить эпизодический характер. Работа найдется, лишь бы было здоровье и время. После общения с журналистами певец отправился на сцену. Сколько будет длиться выступление, он не загадывает. Бывало, на сцене проводил по 5,6 часов. Чувствуется, и в этот раз нижегородская публика не раз вызовет на бис. Если не жалим, ни золу не плачем, Все пройдет, как с белых яблонь дым. Но видание золотом охваченным, Я не буду больше молодым. Антон Ганин, Михаил Городников, Объективно, ННТВ.